Привет, друзья! С вами Олег Шпагин, школа программирования VicePad. Сегодня у нас с вами урок по Java. Напоминаю, что это серия уроков по основам языка программирования Java. На этом уроке мы с вами разберем инструкции Break и Continue, которые позволяют досрочно выходить из ваших циклов. Итак, если вам нравятся такие уроки, то вы знаете, что делать. И, конечно, таких уроков будет больше. Давайте приступим. Здесь открыта простая программа, которую выводят на экран Hello World. Для того, чтобы рассмотреть инструкцию Break и разобраться, как она работает, давайте мы с вами сделаем небольшой цикл for int i от 0 до тех пор, пока i меньше 100, точка запятой, и будем увеличивать. Сделаем, конечно, наш цикл с блоком кода. Ставим фигурную скобочку и формируем блок кода. Внутри цикла мы будем просто с вами выводить на экран значение i. Так и пишем, i равняется плюс i. Если сейчас мы с вами запустим на выполнение нашу программу, то у нас с вами выведется на экран все значения i, которые были здесь во время выполнения нашего цикла. Запускаем. Вот все значения i вывелись на экран. До i равняется 99. Отлично. Для того, чтобы нам прерывать с вами выполнение этого цикла, используем инструкцию Break. Например, если i равняется 5, то выполним инструкцию Break. Теперь, когда мы с вами запустим наш код, как только i станет равняться 5, выполнение нашего цикла сразу прервется. Смотрите, вот здесь вот мы с вами дошли до i равное 5, условие истинно, и стало 5, и выполнилась инструкция Break, которая прерывает выполнение текущего цикла и передает управление на следующие инструкции, которые находятся после этого цикла. Например, мы можем вывести на экран OK. Вот так. То есть Break прерывает выполнение вот этого цикла, когда i равняется 5, и передает выполнение на следующую инструкцию. Вот сюда вот. Запускаем. И видим на экране, что появилось OK. Вот, OK. Инструкция Break может применяться в любых циклах, даже если вы сделаете цикл бесконечным. То есть, когда вынесете инициализацию, например, переменной i за пределы цикла, вот так вот, точка запятой, проверку условия вообще просто уберем, а i будем всегда увеличивать внутри тела цикла. Вот здесь вот, i++, точка запятой. В таком случае Break тоже сработает. То есть, Break работает для любых циклов. Запускаем. Смотрите, i равняется 5, и вывелось OK. Мы с вами вышли из нашего бесконечного цикла. Чтобы ставить сюда пробел, мы могли с вами сделать по-другому. Например, пробел здесь убрать, а здесь добавить еще один пробел. Вот так вот. Сохранить и запустить. Теперь у нас с вами OK напишется красиво. Через пробел. Классно. Так, хорошо. Инструкцию Break можно применять в любых циклах. Если у вас есть несколько важных циклов, то Break прерывает текущий цикл. Смотрите, вот у нас с вами есть бесконечный цикл. Теперь сделаем еще один цикл. Давайте и поставим здесь, оставим эту инструкцию, например, десяточку, чтобы наш бесконечный цикл прервался, когда будет i равняться десяти. И, предположим, у нас с вами есть еще один цикл для j int. j равняется нулю, пока j меньше пяти, j плюс плюс. И что будет делать наш второй вложенный цикл? Также будет выводить на экран значение j. Давайте скопируем вот эту команду, ставим сюда и напишем j равняется плюс j. То есть у нас с вами есть два цикла. Бесконечный, который будет прерваться, когда i будет равняться десяти. И второй вложенный цикл для j, который просто вводит на экран, что j равняется сталькито. Давайте для вот этого цикла тоже сделаем прерывание. Если j равняется двум, то Break. В таком случае у нас с вами никогда j не выйдет на экран троечку, потому что когда j станет равняться двум, произойдет выход из этого текущего цикла. И управление передастся на следующую инструкцию. Вот сюда вот. И, конечно, следующий цикл будет выполняться бесконечно до тех пор, пока не выполнится вот это условие. Пока i не станет равняться десяти. И тогда произойдет выход из бесконечного цикла с помощью вот этой инструкции Break. Давайте запустим и посмотрим. Итак, i равняется одному. Для того, чтобы легче было читать код, давайте сюда мы с вами поставим вывод пустой строки, чтобы каретка наша в консоли перешла на новую строчку. Cisimal println две скобочки, точка запятой. Запустим еще раз. Так, наш вывод стал уже лучше. Смотрите. Когда i равняется одному, у нас с вами выполняется цикл для j. который должен выполняться до тех пор, пока j меньше пяти. Но, как только j равняется двум, смотрите, j равняется двум, происходит вызов инструкции Break, который прерывает выполнение текущего цикла и передает управление на следующую команду, которую выводит перевод каретки на новую строчку. И у нас с новой строки печатается. i равняется двум. Видите, да? i увеличилось. i равняется двум. И снова выполняется наш вложный цикл. И так происходит до тех пор, пока i не станет равняться десяти. После этого вызывается инструкция Break. И мы с вами выходим из нашего бесконечного цикла. Листаем ниже. i равняется десяти. Выполняется вложный цикл до тех пор, пока j не станет равняться двум. Происходит вызов инструкции Break. Выходим из этого цикла. Выводим новую строчку на экран. Идет проверка. i равняется десяти. И мы с вами прерываем выполнение бесконечного цикла. То есть, таким образом, Break вызывает прерывание выполнения текущего цикла. Также Break может использоваться в качестве оператора GoTo. Сам оператор GoTo в Java, конечно, отсутствует, потому что он обеспечит возможность произвольного перехода в любую точку программы. И ваш код становится очень запутанным. И, конечно, плохо структурированным. Поэтому GoTo не используется. Но иногда Break с указанием метки бывает полезным. В некоторых редких очень случаях. Давайте я вам просто покажу, как это работает. То есть, мы также будем использовать Break, но только будем указывать вот здесь вот метку. Куда перейти? Метка 1, например. Эта метка обозначает блок кода. При выполнении этой инструкции Break с указанием этой метки управление передается за пределы именованного блока. То есть, инструкция Break с меткой может содержаться в именованном блоке или в одном из блоков, входящих в его состав. То есть, эту инструкцию можно использовать для выхода из ряда вложенных блоков. Для того, чтобы присвоить имя блоку, нужно поставить перед ним метку и двоеточие. Давайте мы с вами сделаем небольшой пример. Так, сотрем все лишнее и сделаем несколько циклов. Несколько вложенных циклов. For int и от нуля до тех пор, пока и меньше. Например, 10 будем увеличивать и. Так, первый блок кода. Еще один цикл делаем только для j. Так, j от нуля, пока j меньше 10, будем увеличивать j. И то же самое сделаем для k. k от нуля, пока k меньше 10, будем увеличивать k. У нас с вами три блока кода. Раз, первый, внешний цикл. Вот это первый блок кода. Второй, вложенный цикл. Вот его блок кода. И третий, вложенный цикл. Вот его блок кода. Теперь давайте будем на экран выводить значения наших переменных. Так, так и напишем, что, например, i равняется плюс i, плюс j равняется плюс j, плюс k равняется плюс k. Отлично. Мы с вами выводим на экран все значения наших переменных. Если сейчас мы с вами запустим на выполнение наш цикл, то у нас с вами выведется на экран длинная такая простыня. Давайте запустим, посмотрим. Отлично. Мы пробежались по всем значениям всех наших с вами переменных. Вот они все. Хорошо. Теперь давайте я вам покажу, как создать метку. Метку можно создать перед инструкцией, а можно создать перед блоком кода. То есть вот перед этой фигурной скобкой мы можем с вами создать метку, которая будет называться one двоеточие. Вот это первая метка. Это метка, которая указывает на этот блок кода. Для второго цикла давайте создадим метку two и для третьего создадим метку three. Отлично. У нас с вами теперь три метки, которые указывают на разные блоки кода. если сейчас запустим программу, то ничего не изменится, потому что это просто метки, которые указывают, что здесь такой-то блок кода, здесь такой, здесь такой. Теперь смотрите небольшая магия. Вот в этом цикле в k мы с вами давайте прервем его выполнение на той итерации, когда k будет равняться трём, то мы будем с вами вызывать команду break и переходить на метку предположим one, вот сюда вот, в самый верх. В таком случае у нас с вами k никогда не станет равняться четырём и выходить смотрите из этого цикла сразу на внешний цикл. Запускаем, смотрим, идём-идём на самый верх. То есть первая итерация i равняется нулю, j равняется нулю. Идём во внутренний цикл. Он выполняется до тех пор, пока k не станет равняться трём. Как только k равняется трём, то у нас с вами происходит выход из этого цикла, используя инструкцию break, но не только из текущего цикла, а также минуя вот этот цикл, когда j меняется. Поэтому j никогда не станет равняться единичке, потому что выполнение этого блока кода тоже прерывается и возвращается управление вот сюда. Потом и равняется одному, j равняется нулю, k опять доходит до трёх, и происходит выход из этого цикла с помощью break и метки, и мы снова возвращаемся вот сюда. Если бы мы с вами поставили здесь выход на вот эту метку to, смотрите, то тогда бы у нас с вами вывод уже поменялся, потому что в таком случае мы бы просто выходили из вот этого цикла так же, как если бы использовали break без метки. Запускаем. Так, смотрим. В данном случае j уже у нас с вами тоже всегда менялась, причем так же от 1 до 9 ну, то есть включая 9 пока j меньше 10 а k никогда не превышала 3 это то же самое, что если бы мы просто вышли из этого цикла используя break без метки потому что мы с вами возвращаем управление на следующую итерацию прямо вот сюда в этот цикл j запускаем и вывод будет тот же самый так, смотрим тот же сам вывод i меняется j меняется а вот k меняется от 0 до 3 так же как в предыдущем примере хорошо то есть таким образом мы можем с вами использовать break для того чтобы выполнять некоторую инструкцию в роли go to то есть перейти на такую-то метку выполнения кода например вот сюда тогда вот этот цикл который находится на втором уровне будет просто пропускаться пропускать свое выполнение он всегда застрянет на одной и той же итерации когда j равняется нулю смотрите j равняется нулю если мы с вами метку поставим предположим перед вот этим циклом смотрите вот сюда который будет показывать на этот цикл например ok двоеточие такая метка у нас с вами классная то если мы сделаем прерывание на эту метку на ok то мы с вами закончим сразу вот этот цикл полностью потому что мы с вами сделаем следующий и равняется нулю j равняется нулю и пробежимся всего четыре раза от нуля до трех включительно когда k будет равняться трем мы с вами закончим выполнение нашего цикла и перейдем на вот эту метку в конец этой инструкции а конец этой инструкции это конец выполнения этого цикла запускаем запускаем смотрите у нас с вами всего выполнилось четыре раза и потом уже выполнение передалось на вот эту метку которая завершает конечно все наши циклы в принципе классно то есть таким образом вы можете очень легко запутать ваш код окей давайте мы с вами удалим вот этот код и сделаем что-нибудь попроще и рассмотрим уже инструкцию continue так для того чтобы разобрать инструкцию continue давайте мы с вами также напишем небольшой цикл for int i равняется нулю до тех пор пока i меньше 10 будем с вами увеличивать i сделаем блок кода и конечно выведем на экран наше значение i так и выведем конечно это в одну строчку чтобы было удобно читать через пробел запускаем так хорошо здесь вот даже вот так лучше сделать запускаем вот они все наши значения теперь давайте рассмотрим инструкцию continue инструкция continue означает что мы с вами прерываем выполнение нашего цикла только на одну эту инструкцию то есть ниже код не выводится смотрите если i равняется 5 то будет continue точка запятой что это будет означать что как только i равняется 5 код который находится ниже например мы с вами будем выводить на экран звездочку давайте выведем звездочку вот так вот не выполнится то есть один раз вывод звездочки пропустится потому что выполнится инструкция continue после вызова инструкции continue прервется выполнение инструкции находящихся ниже этой инструкции и выполнение перейдет на следующую итерацию цикла запускаем смотрите у нас вывелось первая звездочка вторая третья четвертая пятая а когда i стало равняться 5 звездочка у нас с вами не вывелось то есть вот эта часть у нас с вами пропустила выполнение то есть это может сказать дополнение к нашей инструкции break который может использоваться с меткой также continue может использоваться тоже с меткой вы можете еще более хитрым образом запутать ваших коллег когда будете использовать эту инструкцию с меткой поэтому не рекомендуется это тоже делать но я вам покажу как это можно сделать предположим у вас будет два цикла два вложенных цикла первый цикл и второй цикл для j for int j от нуля пока j меньше 10 j будем увеличивать фигурная скобка блок кода так что мы будем делать конечно будем выводить с вами на экран это j напишем j равняется плюс j и через пробел так теперь конечно давайте мы просто запустим это на выполнение и посмотрим что у нас с вами вывозит на экран так вот здесь не хватает перехода на новую строчку давайте мы с вами его добавим вот так вот запустим еще раз смотрим да вот так у нас с вами все красиво вывелось то есть и от 0 до 9 а j меняется от 0 до 9 внутри этого цикла также если например давайте нашу метку поставим перед этим внешним циклом назовем нашу метку тег 1 двоеточие и здесь конечно укажем название нашей метки тег 1 теперь запустим так отлично смотрим что у нас с вами произошло у нас с вами произошло следующее i равняется 0 отлично потом j выполняется до тех пор пока не станет равняться 5 как только j станет равняться 5 то у нас с вами произойдет досрочный выход из этого цикла пропуск этой итерации но не только итерации вот этого вложенного цикла но еще и итерации вот этого цикла то есть не происходит вывод на новую строчку и мы возвращаемся вот сюда на следующую итерацию i равняется 1 потом j это 0 до 4 и равняется 2 ну и так далее то есть как только мы с вами отсюда выходим по вот этой метке то мы с вами досрочно завершаем вот этот цикл не выполняем вот эту итерацию переход на новую строчку и возвращаемся вот сюда на следующую итерацию то есть continue вы тоже можете использовать с метками тем самым еще более запутывая ваш код это делать не рекомендуется и так мы с вами рассмотрели как использовать break и continue конечно использовать break и continue с метками довольно интересно но довольно запутанно поэтому в нормальном коде такое лучше не использовать не надо путать ваших коллег если вам нравятся такие уроки то вы знаете что делать и конечно таких уроков будет больше спасибо